уведомление донат не работа сейчас уже будет работать просто комп ушел в ребут и и все и извините мне пришлось перезапускать и obs и браузер с озвучкой сейчас уже все будет работать я слышу они бегают прямо подо мной чем это может быть не просто сектор может быть я слышу их прям под собой слышу что за мистик такая ч 4 а поддержал ваш канал на 14 а санч привет дай диспозицию как дело на войне каковы шансы на этот рай где линии обороны слабоев драк не дремлет все на самом деле все весьма неплохо это первое утверждение второе утверждение в том что одна две маршруточки или штурм базы и это развал то есть ты теряешь один-два топовых состава и все шансы на слив особенно если безмятежно там не летать на миссии вполне реально бегают они бегают они бегают я знаю что они бегают справа аута еще в любой момент могут пожалуйста ё-моё как их много ой ну откуда я полез так ты все кто это да здесь даннаと это дата тата тата татата тату та извините он за всех а это не знаю это мины или не имеют вроде как мина Давай мина Эти опаснее, конечно, чем несчастные экзальтерсы с сектоидами Я бы хотел гренку докинуть Снять у них укрытие И это не единственный пак Там же еще будет такой же пак из четырех человек Непонятно каких Поэтому, да Фланг у нас на правого уже есть Это мы можем сопрессить, если что Уже хорошо Сережа, я все равно бы жахнул Поэтому Девяносто три мимо, Сережа Блин Ладно, стреляй так Хорошо Я думаю, здесь надо выводить Таким вот образом мэком Ну Вставать на овер Здесь все-таки придется этого добить С дубасом Ну и разок стрелять по сектоиду Надо будет Подсопрессить ближнего Кинуть дым Неизвестный Неизвестный Спасибо Ну конечно, главный сектоид Знаем мы этих главных сектоидов Меда объявляет К нам поступила информация Что у Шамандера скопилось Могу Предлагаю всем желающим В следующем месяце Когуляться на базу Полно затариться Чтобы ухватили на массажист Конец связи Ответный огонь Хорошо Пехотинец стреляет Первый раз 81 Минус сектоид Это побежал тоже 93 меткость У Вальки Попадание есть И Сопресс Окей Ничего страшного А этот что? Как? А что-то я Слева бегут уже люди Что-то я Не сообразил вообще Фингмана еще А что-то я не сообразил Что надо же этого закрывать Ага И здесь овервотч Ёшки матрешки Ладно, хорошо Ты Сопрессишь Чтобы мы могли двигаться Хотя бы Подранок Это очень хорошо Что-то я забыл тоже Что есть такая опция Здесь флангуем Вай, как говорится Но вот Пытаемся пострелять Я понимаю, что не серьезно Здесь Давай гренку Глядишь Снимем стенку А мне снайпами нужно А, вот Все, он стоит Без укрытия уже Правда, снайпы Что-то как-то Как будто Не фланг Не сняли стенку Видимо Нормально Здесь пытаемся добить 83 Пока никого не захватываем Пока не увидели Третий пак Все, дальше уже Здесь овер Здесь перезарядка Здесь ханкер Смотрим, что за третий пак Там фингманы вроде как Сопресс на Юлю К сожалению А нет, Юля-то С овером О, побежала еще Минусим Экзальтовцы Экзальтовцы После того, как мы Штаб разрушили Они, видите Побежали На вольные хлеба Да, там фингманы Сразу убираю снайпан Тут пулечи надо переставить Просто Ждем Ждем Выхода пака Из четырех Тингменов Как-то так Ой, по Юле 40 А вот и выбегают О, мутоны О, эфириал Эфириал И три элитных мутона Что мне нужно На Tactical Rick Четыре элитных мутона Эфириал Оооо Ооооо Первый эфир Может захватить Попробуем Ооо, опасно Ооо, опасно Оооо Надо пристреляться Ой-ой-ой Кефирчик Мой первый кефирчик Это самое высшее Создание Создание Ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Поддержал ваш канал на 300 рублей сообщение. Кефир. Кефир. Кефиреалистый кефир. Кефир. Так, гренка есть, но гренку далеко кидать. Кефир вообще изи нас захватывает. Роботов не роботов. Плюс еще у него там разломы с уроном. Надо, во-первых, избавиться, конечно, от мутона. Правильную позицию здесь занять. Желательно избавиться еще от этого упыря, но... Ой, как бы здесь правильно это сделать, а? Кефирчик, стрелять, говори. Кефирчик. Только не облезли им, пожалуйста. Минус. Я убил двух элитных мутонов. Еще осталось два. Кефир абсолютно... Абсолютно спокойно действует. Мне нужно... Я хз, что мне нужно. Быть готовым рашить, что ли. Тут дым не поможет вообще. Вообще не поможет. Это шамида, ребят. Если коротко, это шамида. Но я все равно дымчанские кузи закидываю. Блин. Ну, потому что сейчас Маки будет страдать. И надо быть готовым просто рашить кефиром. Просто рашить его. Перезрядил. Сейчас побегут. Вот он, вот он, вот он, вот он. Пси-удар. Айнш отдыхает. Снимаем сапресс Блин, захватывать кефир Это же вообще трындец А как его захватывать-то вообще? Как его захватывать? Эээ Как его захватывать? Выстрел 53 Да, конечно У него же еще Он же еще в случае промаха Ответку тебе дает Может не надо его захватывать, Михаил? Я пробую его покоцать Может яд на него? Яд? Химку, Химку? У кого Химка? А, нет, нормально, у этого Химка Химку докинем? Докинем Химку, ну давай Вроде Химка должна на него работать Он тварь биологическая Хорошо Что дальше? Реанимация? Ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Блин, реанимация Реанимация И снова бой Поднимаем топовую энджа, блин 899 поддержал ваш канал на 200 рублей спасибо рианыч миша есть да ты знаешь что там за белой рекой вот прошлогодний листвой я найду твои следы и за тобой иду я не забуду короче спасибо тебе большое я вот не знаю чем не делать здесь пока ханкер кефир не может же действовать надеюсь под хинкой кто и тварь а как он меня бесит уже четвертый ход подавление на подавление на козу хорошо все вампиризм я вспоминаю ема я вспоминаю просто я вспоминаю да ну нафиг вы чё чё такое вы какой вампиризм это же не варкрафт короче здесь снимаем и он здорово опять его пресс это так ну это я не знаю короче я должен типа извините это вырвалось просто я должен захватывать как бы и вроде элитных и вроде не элитных вроде меня тут бьют и вроде надо того убивая хз подхожу опять извините вырвалось я подхожу поближе встаю один за всех тут не знаю хиляемся инжа пытаемся восстановить папа папа папам извините плющит меня уже кефир кефир меня сводит с ума это кажется main control блин или убивать или бежать или убивать я могу попробовать захватить все этого на это фланг мне прилететь так может ее мое как мне может прилететь или забить просто кинуть гренку на этого мутона убить этого мутона и захватывать кефира хрен с ними хрен с ними миша бах все нормально у тебя есть задача кефира в первой же миссии захватить это шутка ли давай даже вот так вот его гаси просто в гости глуши его как карася последнего он правда вампиризм опять блин а вампиризм это неоткуда брать а если опыт запрошу он удивится или нет пробуем опыт запросить а его еще плевать ой молодец промах но я подхожу ближе под захват что что-то еще сделать пытаюсь упокоться немножечко отражает атаку более какой же псих и ранит еще то есть по нему лучше не стрелять 60 процентов да насколько я понял и он что контроль над разумом сто процентов и тварь кислота устанавливает по 6 да но я не знаю у меня один шанс тут его захватить я пытаюсь подойти пострелять по нему 80 процентов верняк хорошо 7 хитов 7 кто-нибудь может по ювелир ювелир михаил ювелир михаил давай еще чуть-чуть не убивать не убивай его пожалуйста все подходим пытаемся его загробастать давай к нам давай кефирчик давай сейчас тактика лари к исследуем а эфириала с разом все исследования бусте тебе ла тяжелое ранение указы ночи 17 лицо просто там не увернуться получил последнее звание берет бомбера но отдыхаю 36 дней. Кузя апнулся для дыма. Но я не ожидал встретить на маленькой тарелочке сбитый такой скаут. Элитный мутонный. Пленный эфириал. Круто. Спасибо. Да какое там... Еее, спасибо. Добро пожаловать в клуб. Так, Tactical Rig это первое, потому что у меня должно быть 20. 19? Было 16. Какого черта? Кто? Труп мутона? Куда дели? Блин. Может я взорвал его? Блин. Ну, ёпы, РСТ. А я не могу даже его допросить, потому что у меня нет мёртвого. То есть я не могу с живым разговаривать, пока не допросил мёртвого. Но эфирчик захваченный, это прям... Вот японцы. Что это такое? Мы тут на базе наблюдали за миссией. Так. У нас непредвиденные расходы. Сыскер на валидол окончилось. Мутон из камеры тоже смотрел. И почему-то болел за экщем. Сказал, что у нас хотя бы кормят. Олени даже зарплату не платили. В общем, нам нужны поставки валидола. Посмотрите, какие японцы обнаглевшие. Они хотят два плазмер-пришельцев за 100 баксов. Подчёркивание, темплар поддержал просто. Это что такое? У нас на рублей сообщают, были недовольны, что вы ей какого-то дистрофика принесли. Он же не перенесет опытов. Эфириал, кстати, тоже недоволен и просится домой. Две награды по 45. Ребята, сейчас снайперские плазмеры будут. Еее! Мой первый марксманский и снайперский низко большой. Похищение. Коридор. А вот давайте я дождусь, попробую. Есть. Еее! С плазмерами! Мои первые плазмеры для снайперов сейчас пойдут. Так, видолет стоповый по званию медик, но его на эту миссию лучше не брать. Я возьму медика помоложе. Я возьму Вальку менее опытную. Я возьму Пулича не Эпифанию, а Стиха. Берем также парочку снайпов. Это Криским. Это И, кстати, разведчика возьмем полным темпларом Лиссориуса. И третий снайп. Третий снайп. Не хочу третьего снайпа выбрать. Хватит мне снайперов. Оснащаем. Раз. Два. Валька. Все-таки так. 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 Пулеметчик. Титан. Все-таки Гаусс. Карта открытая. Так. И все-таки так. Ну что. Криским получает первый получает превосходное оружие. Лучшую снайперскую винтовку. Вот она. Снайперский плазмер. Чем хороша? Максимальный урон. И чем больше дистанция, тем больше модификатор карита. Ну и, конечно же, потом еще моды плюс единичка урона. И этот можно добавить единицу урона просто в плюс. Ё-моё. Ей не обязательно. Там у нее три патрона. Плюс грейд. Плюс обилка. То есть у нее пять выстрелов. Так что тут уже, может быть, даже сошки выгодно было бы сделать. Кстати, может быть, заранее реально сошки сделать для снайпов. Потому что тактикалорик будет, а сошки нужны будут. Сошки. Сошки шесть источники дают. Дешево. Но пока я не знаю. Мне кажется, лучше все-таки выдать ей даже увеличенный магазин. Разведчик берет Корсара, берет марксманский плазмер. Блин, какой кайф. Это финальный тир оружия. Это уже последнее, последнее, последнее. Здесь выдаем, естественно, гауссовскую винтовку. Альварес, случай. команда, я вам принес заявку на спирку. Валидол, распишитесь, а то эти толовые крысы все посидели после последней вашей миссии. Да, нормальная миссия была, че паникуем? Все хорошо. Так, я возьму, наверное, лучника не очень опытного, тоже на подкачку. И у нас делается следующий тир мэков. Когнитивочка, наверное. Кого еще не взял? Рокета не взял на это задание. Если честно, я бы вытащил еще снайпа какого-нибудь. Тупо полезный будет. Третий снайп. Строг правда зонер, он здесь не нужен. Давай сектан возьмем. Ну, коридор, участок дороги, ничего. Тут все снайпы будут делать. Должны делать. А, я пулечи не взял, да? Я пулечи не взял. Нет, пулечи взял, все правильно. Триск, ну давай, без, без приглашения не запрыгиваем, давай. привычка, я должен позвать кота. Должен быть контроль за ситуацией. Можешь сделать два барака массарчи. Погнали. У нас будет скан, у нас будет первое плазменное оружие снайперское. Кайф. Да, карта очень хорошая. Бразильский. На 100 рублей сообщает, ты кого тыловой крысы назвал. Респочек. Рейнджер подходит в точке назначения. Штурм-1 просит разрешения на высадку. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Слушайте, старт очень опасный, потому что здесь у нас здесь у нас сразу два пака по... по пять человек. По пять, Карл. В эти моменты немножко радуешься, что у тебя есть зонер. Да, и пока надо расставить их так, чтобы... Нот вправо не хочет освободить. Хотя нет, здесь одного-то и имеет смысл. Марксман будет здесь стоять, здесь ханкер, здесь прицеливаемся, здесь овер, здесь овер, здесь овер, здесь овер, здесь прицеливаемся. Опасненько, я так скажу. Очень опасненько. Мутоны, да, представьте, милишные мутоны сейчас подходят. Есть ли у меня мастер ближнего кого-нибудь? Нету, Танечка же нет у тебя. Да, это нехорошо. Выполняю. Разберемся. Да, респ хороший, но противники очень близко. Это может мне выйти боком. Сейчас... А, тингманы, тингманы хорошо. Сейчас скан будем закидывать, смотреть, кто там, что там за паки, чтобы понять, как вообще нам здесь разбираться. да, да, кидаем скан просто вот сюда куда-нибудь. И считаем людей, смотрим, кто где. Надеемся на хотя бы одного элитного мутона. Ага. Как? Как ты сканом спулил, блин? В голову попал, что ли, ему? Эти баги меня, конечно, вообще бесят. Да, мимо на сектоиды. Нет, надо зонера уже ставить. Вон, смотрите, народы просто. Так, зонер раз. Два. Куда его? А, зонера поставить. Конечно, зонера поставить, которым ты скан кинул. Правильно? Я правильно тебя понял, Миш? Да, да, именно им. А, у тебя же на зоне есть строк. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Еще пак спулить хочешь, да? Не особо. начинай мочить козлов. А, все-таки спойленно. Хотя урон ты не нанес. Ой, класс будет сейчас. Давай, посектоиды по этому, 6, 98. Урон это уменьшается постепенно. 8. Так, следующий. Кто еще у нас тут? Этого ты не убьешь? Этого с критом теоретически можно убить, учитывая то, что там множество критов, хотя нет, вряд ли. Не убил. Блин, он весь боекомплект сейчас отстреляет, прикиньте. Не убьет, конечно, последнего, но... Это сколько? 5 киллов за заход? 2-2! О-о-о-о! А тут просто с плазмером. Ё-моё, моё уважение. Желательно замочить этого, потому что у него общий вид. Раз. Смотрите, какой звук, какая анимация. На-а-а! 20 урона! И дистанция, крит-то модификатор. Так, этого кто угодно убьет. Нет, не кто угодно. Добиваем. Как же снайпер... Как? 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 Бах! Просто через всю карту. Здравствуйте. Так, тут раз выстрел. Добрый день. А что там осталось? Кто там остался? Извините. Это последние. 2 фенмена, 2 сектоида, 2 сектоида, 2 фенмена. Изи просто! 3 пака! 3... Это 3 пака, кстати. 3 пака за ход. Сколько? 3! Чего? Пака. 3 пака. Ну, почти. Сейчас еще роботы походят у меня. Будет хорошо. Это не болезнь венерическая. Это... Это количество. Я выбегаю вперед, короче, еще. Делаю овервотч. Забегаю сюда, кидаю гранату. А, потому что ближнего мы нормально не убиваем. Бах. Плазмаргазм какой-то. Да, да, плазмаргазм. 3 пака. 3 пака это южноамериканская обезьяна. Возможно, в честь нее назвали. А-а-а. Я слышал мутонов. Ребят, мне показалось, я слышал мутонов. Я слышал мутонов. И это не глюки. Блайчик стреляет овервот 100%. До свидания. Еще бы мэком плазменные пушки сделать тяжелые. И Сектоид наивно полагает, что может что-то сделать. Взрыв машины. Не, на самом деле мне просто повезло, что очень простые очень простые враги здесь. Очень простые враги на старте. 98, 93. Ну, что, Сектоиды как будто в март месяц попали. Ладно, в апрель. Патронов ноль. Рок-н-ролл. Добиваем. Это карта Вандорна, вы и спецназ. Все верно. Ой, промахнулся. Ну, что ты делаешь-то? Не факт, что отсюда увидим. Видим. 46. Маловато будет. На плазму уху приятно. Куда же не отступить-то? Куда же они отступят? Это же нереально. Ща и мы его подавим, угнетем. подавляю огнем. Энкор, это что? Это совет там у тебя личный? Что происходит? сейчас просто не понял. Чутка. Закидываю скан, чтобы снайперами время не терять. Чтобы мутонов начать уже стрелять. И надеюсь на элитного мутона хотя бы. ну мне только один элитный нужен. Ой, там кажется милишные какие-то сикеры непонятные. Что это? Что это там? Блин. Что за... Видимо это степень защиты страны такая. Что они... Ну... Да, видимо это степень защиты. Даже мэлт видим. Пробую попасть. Да, маловато будет точности-то. Маловато. Как эфиры? Да, Блайчик, привет. Я очень удивился, когда его встретил на таком типе миссии. Ну, типа маленький сбитый разведчик. Какие кефиры? Это был не план, кстати. Минус, как сказал банк лафон. Ну, я не вижу смысла остальными идти вперед. Ну, а зачем, если три снайпа есть, два мэка впереди, и что они сделают? Мутон и мэлт. Мутон без кавера. Здрасте, пожалуйста. Прибежал. Квик куда-то прибежал. Блайчика стреляет, но Блайчик держится. Хотя у него первый тир армора. Нормально, Блайчик, держись. Главное, чтобы мэлт не протух. Нормально, даже царапины нет. Так, если серьезно, я бы посмотрел, кого верят снайпы. заскочил бы развидосом, потому что здесь можно и инде-зон сделать будет. Да, точно столько никакая улич, ничего. 96, 79, 76. Не, ну, того-то собьют и обычные мэки. Ну, убьют этого мутона. Такие проблемы. поэтому я, наверное, буду пытаться либо ранить, либо убить. Вот летунов. Так, 78 строк, Строк тоже зонер. надо пофиг. Стреляем, как можем. Глядишь, еще мало соберем. Отлично. И 6 урона. С лазерной винтовки это не снять никак. Пытаемся попасть по мутону. Здесь выстрел. Да, тоже по мутону хватит. Я думаю, что ближнего кальмара из-за дистанции мы должны забрать. Нашими друзьями. Молодцы. Все. Чисто как по учебнику. 16 человек, не единой царапины. Вернулись просто. И снайперские плазменные винтовки впервые опробовали непосредственно в бою. Отличный результат. Спасибо. Главное все рассчитать и не надеяться на удачу. Так, у нас тут глубокие карманы уже появились у следующего мэка. Пособирали 12 мэлда. До связи, командир. Спасибо. Тяжелые экзоскелеты это на мэков. 4 дня. Сошечки быстренько тык-тык-тык-тык-тык. Террора еще не было. Эмиссии совета не было. Результат тестирования Соколик проваливает уже в седьмой раз тестирования. все, все инженеры получили. Надо анет было поставить дальше. А что брать? Перкинез, поджечь огонь в любом месте за ней не наносит перезарядки 4 хода. Психхенетические уничтожения это крыть не наносит урона. Осталось после миссии. Как вы думаете, что минус кавер? Хотя у меня есть много народу на минус кавер. Или перекинез? Хотя вот эта вот штука типа по КД просто. На базах хороша видимо. жди третья. Это вроде МК. Вот это МК у нас. А это разлом. Блин, ну сокол, конечно, да, это руинит. Спутники готовы. Ну там на всех случаях два заказал. Обломки дронов на немножко денег самое главное. А в России 100% защищенность кстати. Должна быть уже. Да, 100%. Можно не выполнять радиозащиты в России уже миссии. Люди возвращаются. Ну я морально готовлюсь к террору. Истребитель очень высоко. Очень высоко. Что же мне с ним делать? Он так высоко? Соколий говорит, что только подошел. Да ты седьмой раз проваливаешь пси-тестирование. Там обычно люди с первого и второго раза проходят уже седьмой раз. Никак не можешь сообразить. Да, как-то слабовато. У него уже дабл плазма, видите, он стреляет, они со сдвоенных пушек. Чуть не убил меня. Надо срочно туда переводить самолет. снимать лазерку эквипить где-нибудь в другом месте. Снаряжать то бишь. Восстановили БМПшку из плава в сошке для снайпов. Это под разгрузку. И тяжелые боевые экзоскелеты сейчас будут. Ребята, следующий тир мэков. Посмотрим, сколько будет стоить. борт компьютеров очень много, 240, это 26 борт компьютеров. И боевые экзоскелеты, тяжелые боевые экзоскелеты. Мэг-5 опустошитель и Мэг-4 бесстрашный. Что? О! Опустошитель. Мы смогли разработать отлично защищенный боевой экзоскелет, но его мобильность при этом пострадала экипированным генератором корпусного щита. Это демошредакшн, кажется. И бесстрашный, громоздкий, но сбалансированный дизайн Мэг, в котором доминирует выживаемость над мобильностью, экипированным генератором корпусного щита. Так, что мы будем делать дальше? Оружие для техники. Перехватчики БМП. Возможно, это относится, кстати, и к Мэг. Малогабаритная нет, импульска нет, тяжелая плазма нет. Ну, силовая. Мобильный экзоскелет не хочу. Наверное, для техники вот эту вот штуку надо брать. И смотрим, что нам нужно и что вообще за такие требуется, во-первых, Мэг-защитник для него. 120 сплавов, источник энергии, Элери, полтысячи просто и опустошитель. Он такой же по стоимости. Чем они отличаются? Бесстрашные. Защита очки здоровья 20. Три слота для больших модулей. Три слота для маленьких модулей. Сопротивляемость к урону. Минус одна всего мобильность, бонус к воле. А корпусный щит что дает, кстати? Корпусный щит. Я не помню, если честно. Корпусный щит. Корпусный щит. Корпусный щит. Кажется, демедж редакшн после получения урона. Корпусный щит. Да, ссылка. Корпусный. Ближайший видимый враг... А-а-а! Ближайший видимый враг получает минус 20 меткости и не может нанести критический урон. Офигеть. Так, то есть защита 12. По сравнению с защитником 8. Очки здоровья плюс 8. Сопротивляемость урона больше. Модулей больше. А что за опустошитель? Там, видимо, минус 2 мобильность. 24 очка здоровья. Что? Минус 3 штраф к мобильности. Да, из лотов. Короче, делаем бесстрашного. Стоп, у меня же есть мэг-защитник. Почему мне говорят, что у меня мэг-защитника? Мне надо его, видимо, снять, что ли? У меня же есть защитник. Алло. Да вроде не должно так работать. У меня же есть защита. Почему не отображается, что у меня есть мэг-защитник? Кто в курсе? Я же все это делал. Покоцанный? Нет. Не покоцанный. Либо надет, либо в ремонте. Сейчас будем искать. Ну, видимо, это кто-то с фатигом у меня сейчас. Блайчик, что ли? Ну, у блайчика нет. Лучник, может? Нет. Ну, вот у меня есть. А! У меня их нет просто. Что? Блин, у нас кто тырит? Тырит мэков? У меня ни одного мэка? Нет. СМИР поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Ни одного, все пропали. Надо уточнить у начальника склада, куда пропал элитный мутон и мэк-2. Всех валик проверять надо по очереди. А, они сами надевают, что ли? Вообще молодцы. Офигеть. Да, они... Я даже... Этих даже на миссию не брал в ближайшем... Ну... Испугали. Так, берем. Ну, во-первых, я бы сделал защитника сразу же из паладина. Запромоутил, так скажем. И... Сейчас денег только нужно надыбать еще. А из второго... Мы, правда, без мэков в ближайшие там неделю. Ну, они такие плотные. Они такие плотные. Просто. Это же... Это же псих ненормальный. 20... Деф еще. Три сл... О, что? Девять дней. Один элери. Десять сплавов. Вот! Где деньги? Я же только что... Короче, опять на базу надо лететь. Облегченный плазмер берем. Низко-огромный. А вот и террор. Блин, и опять 25. Да! Беру буран. Беру нефанду. С дубаса. Третьего снайпа тоже хочу. Ваааа! Так. Ну, ладно. Ну, танчик мастер ближнего. Датчик движения. Подавление минус криты. Нифанду у нас in the zone. Но она как раз и берет плазменную винтовку. Потому что меткости у нее хватает. И сейчас как раз... Как раз будет не только меткость. Но и... Урон. Выдаю ей... Мне кажется, надо вытащить зонеру голографический прицел топовый. Я понимаю, что у нее много... Высокая точность, но... Злее сообщает, кто там проза в склад и заикнулся. Что сдают? Кто под роспись? Рядом с мэком росписи нет. Значит, не сдам. Еще попросите у меня сахарку. Сахарку, да. Так, ну что, гаос. Я рассчитываю все равно на снайпов. Конечно же. Жалко, что... Ну, сушки пока никуда, понятное дело. Три снайпа. Обязательно рокет. Обязательно медик. Пофиг. Будет в титане. Облегченный плазмер компенсирует частичным. Медик тоже в титане. Пистолет-пулемет компенсирует частичным. Ну, что, пулеч, эпифанию берем, конечно же. Но, наверное, я возьму ее с плазмером. Плазмер-пулемет. Прицел. Ну, у нее двойной выстрел, мастер ближнего боя. Она очень... Она молодец. Имплант-респиратор. И следующий, скорее всего, будет инж. Ну, потому что вальку мы не можем взять. Инж. Вопрос только какой. Может сокола вытащить? У него глубокие карманы? Или разведоса взять? Взять разведоса Тутоянова с этой, с... Нет, Тутоянова фигово. Да сканы хочется раскинуть. А сканы раскидывает хорошо именно разведос. Разведос у нас в фатиге. 8 часов, правда, фуллный тамплар. Давайте фуллный тамплара дождемся. Потому что мы тогда ему... Он будет как второй зонер. Плюс у него будет еще 3 скана. Подходит вроде, да? Корсар. Марксманский прицел. Соответственно, прицел. Марксманский прицел. И... Три скана у него родных. Вроде норм. Погнали. Погнали. Ох, Женька с плазмером! Пью, 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 пью. Будет интересно. Так. Ой, карта под снайпов простым. Главное, чтобы сейчас резко еще был. Он простреливается просто великолепно. Главное, чтобы сейчас не угол был. Открыто пространство. Угол. Это хуже. Подтверждаю, Рейнджер. Можете начинать атаку. Огонь вести осторожно. Внизу гражданские. Повторяю. Сразу паку с 5-ти человеком. У нас гражданские. Блин. Уже здесь стоят. Ну, что я могу сделать? Пробуем. Ну, тут снайперы. А нет, хотя они могут. Странное место для снайпов, конечно, но... Они спулят или не спулят? Вполне могут спулить. Вполне могут спулить. То есть надо их выводить влево. Выдвигаюсь. Раз. Главное, Женечка вести сюда два. Пулич ближе. Еще снайпер 3. Рокет чуть поближе, да? Ой, может спулить. Опасно. И... Лечу туда! Ну, чего. Хорошая новость в том, что рядом только один, типа, пак. Но плохая в том, что я пока не на позиции. Слушаем, кто у нас рядом. В идеале был бы респ справа. Там прям вся длина открывается. О, мех или сектопод? Сингманы. Мутоны. Мехтоиды. Плетуны. Экзальтовцы. Экзальтовцы близко. Окей, хорошо. Они отошли. А вот сейчас я бы попытался снайпов увести направо. Вот как раз вот на эту штуку. Пока мы можем отгородить себе немного места. Видите, они отступили. Значит, мы можем себе это позволить. Поэтому спускаемся сюда. Закидываем крюк. Потому что чем ближе мы вот к этим вот двум каверам, к поезду, тем меньше у нас шансов на нормальную стрельбу. Поэтому им вообще лучше в край, в правый край попытаться уйти. Женечка подходит последней сюда. Ну и сканчика надо закидывать, наверное, сейчас под видосом сильно. Кэтлбеллер, привет! Йоу! Нифига себе, какой ты модный. Короче, закидываем. Главное, тут в потолок не попасть. Нам нужно засветить максимальное количество паков. Видим сектопода! Сектопода видим. Это наш второй сектопод. Слушайте, а может генную лапку сделать, а? Уже начать. У меня мэл-то есть. Я уже в сплавы упираюсь. Может мне реально сделать генную лапу и начать модифицировать солдат. О, эфириал! Летунные крысы. Эти выходят, овервотч понеслась. Блин, эфириал. Чё так жёстко-то, а? Раз, два, три, четыре, пять. Довольно хорошее... Да как? Кто там убил? Алло! Так, есть вижен, да? Но здесь надо, наверное, всё-таки накрывать рокетом первым, пытаться. И ранить, убирать укрытием. Так. Раз. Дальше, соответственно, у нас нефанда может в качестве зонера пострелять. Вот так вот, раз. 12 урона, ё-моё. И это не предел. Бах! Два. Там, правда, три экзальтовца. Я не вижу одного. Стоит ли мне подсвечивать? Стоит подсвечивать. Только с датчиком движения, пожалуйста. Да, нам нужно подсветить. Да, вижу. Женечка видит следующего? Не видит, к сожалению, да? Ну, здесь 72. Что же ещё сделать? Выстреляем танком. О, неплохо. Молодец, танчик справился. Тут можно сразу флангануть, раз пошла такая пьянка. Но смысла я особо не вижу, потому что у нас снайпы должны добивать этих бурсуков. С дуба стреляет. 90% это было, кстати. Второй раз 80. Молодец. Женя, соответственно, 94. Какая точность прицела у неё? Великолепно. Дальше. Мне бы, конечно, чуть подойти пулечем. Желательно закинуть ещё скан дальше. Хотя раз, два. Может, и не стоит. Давайте снайпера вправо уведу. Медика тоже куда-нибудь сюда. Пулечи надо бы, на самом деле, за танк хотя бы. Сектопод на звук идёт. И сразу пул, да, у нас? Да, пул. Да ничего, мы должны размотать его. Он один. Ну, то есть, дроны есть. Вот дронов надо разматывать ещё. Кот, привет. И эти бегут. Чёрт. Так. Если тебе не нужны штурмовики, которых ты посылал на экзаль, может им отрезать ручки и ножки. Не, не может. Не может. Потому что на каждый новый класс тебе нужны костюмчики. Так, он вставал на овер, вообще. Блин, я так не хочу сейчас идти вперёд. Вы бы знали, на четырёх тяжёлых летунов. Я закину ещё скан дальше. Ну так, чтобы засветить меха. И чтобы засветить, возможно, следующий пак. И я как раз механизм засветил. Класс. Здесь нужно как-то... Не, ну недалековато, конечно. Вроде... Да, он на овере стоял. Ну вот я, конечно, балда. Но концентрируемся сейчас. Можем ли мы шреду закинуть до него? Вообще без шансов, скорее всего. Не, не без шансов. Ну там мирный пострадает. Может, ты справишься как-то без... Ой, не факт. Ты не справишься без... Только один у нас человек может работать по... Но мы, правда, его можем подсопрессить. И танком подсопрессить можем. Ладно, давайте сделаем следующим образом. Здесь без шреды стреляем по сектоподам. Он плотный, очень неповоротливый. В отличие от кибердиска, конечно. Вот, мы его пытаемся простолеть, нейтрализовать дронов, чтобы они не чинили, но при этом не подходить так, чтобы... Чтобы еще... Триса, не надо. Ну ладно, ложись. Ты, главное, главное, ложись. Триса пришла. Молодец, села девочка. Ее видно, надеюсь? Трисочка моя хорошая. Молодец. Не, я не буду так делать. Я лучше выведу на следующий ход снайков. И, возможно, то же самое сделаю с Женькой, потому что... Хотя нет, у нее потенциально два выстрела по 80. Она может убить двух дронов. Какой... Какой приятный звук плазмы, а, ребят? Греет просто. Ее-мое. Эй, она еще убила двоих. Передислоцируется. Перезарядится. Успеет. Круто. Круто. Сопрессим... Сектопода. Кидаем дым на танк, потому что... Ну, что делать? И, на всякий случай, на это кидаем дым. Да, он 17 зарегался. Слушай, ты не самый удачный никнейм выбрал. Но сейчас он может казаться тебе нормальным. А когда тебе будет 45? Понятно, здесь сектор... Ой, трисочка начала урчать и лежит у меня. БМП 1% нормальный. Бах. Да, там такая пушка. Литоны еще вполне. Ага, увидел меха. И эфириал там у них стоит. Это, кстати, четвертый пак. Еще остался один. А что летоны? Литоны летят. Спурили? Не спурили. Хорошо. Но я не подсветил еще один пак. Сейчас мы... Аккуратненько... Убьем сектороподом. Чтобы не мешался. И... И дальше будем смотреть, что делать с летунами. Они там находятся в огромном количестве мирных. Мирный умер, кстати, от взрыва секторопода. Такие вот пироги. Нет, там одного типа с выстрелом практически сразу убиваю. Но стоит ли мне пулить сейчас? Учитывая то, что половина людей у меня отстрелялась. Еще где-то... Где-то пак орудует. Я попробую разведчикам поспасать. Здесь парочку мирных. Но спасать мирных, конечно, лучше сканом. Давай, а ты направо уходим. Женя там просто тащит. Сейчас смотрим. Эти уходят от меня. Эфериалы разговаривают так загадочно и страшно. Летоны вылетают, кажется. А, там с крыской еще одной. Да, слева. Не, надо пулить, друзья. Надо сейчас пулить летунов. Скорее всего делать это бодрящей ракетой. Ну почему нет? Кучность хорошая. Они разлетятся там как-то. 997 уже хорошее начало. Правда, крыска убежала, гадина. И сейчас нужно подходить ближе. Чтобы дать большее количество целей. Подсветить большее количество целей. Видим троих. Четвертого рядом с крысой. К сожалению, не видим. Начинаем традиционно с Жени. Но, к сожалению, для зонера тут работы маловато. Танк попасть почти не может. 40, 55. Серьезно. Я не выцеливался снайпами. И сейчас получаю... Да, я не прицелился. Слишком поторопился. Сейчас будем мазать. Так, здесь у нас может быть фланг. Но не отсюда. Только отсюда. Ладно, давай так. 75 всего лишь, да? Ошибка. Да уж, это ты зря. Это зря. Там нужен либо приказ. Ладно, справились. Попали 50. Здесь 80. Здесь 90. Я лучше дальнего. Его сложнее убить. Но, к сожалению, крит не сработал. И, как следствие, мы... Разведосом я бы закинул скан. Я бы не стал стрелять. Я бы закинул еще один скан. Может быть, даже на... На эту... На крышу как-то. Чтобы подсветить. Вот так. Ну, там где-то явно прячется пятый пак. Я не знаю, где он. Кажется, увидели. Мех и сектоиды. Здесь сапресс явным. По-ближнему. Здесь, видимо, приказ на левого. Танчики я не могу прикрыть. Ого. Триса смотрит. Молодец. Я бы хотел пулечем здесь подсветить. Мех выходит. Я эти подсвечен. Ну, вроде не должны мирно умирать из неспуленных паков. Но, спокойно могут умирать. Ой, 53. И это под сапрессом был. Гражданское. Окей. Может, даже и лучше. Тутанчику уже жалко. Еще минус гражданское лицо. Крыса. Там... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что у нас есть? Вероятности такие же невероятные. Пулить следующий пак я не вижу смысла вообще. 55, 80, 100. Ну, 80, понятное дело. Мимо. Да, это-то понятно. Грена как не хватает, да? 59. Маркс. Попадает. Молодец. 40, 99. Понятненько. Да, надо перезаряжаться, прицеливаться. Надо здесь подходить под рокет. Надо, видимо, кидать дым. Хотя жалко. Может, отсюда увидим. Нет, 3С, не надо на клавиатуру, пожалуйста. Не надо на клавиатуру. Все, сапрессим этого. Плюс урон. Здесь спасаю просто мирного, и плюс я не хочу сейчас пулить. Ну, и плюс он может спокойно мирного убить. Это не проблема. Прицеливаемся. Ну, верно. Танк ремонтируется еще попыльно. Крыска, надеюсь, сейчас побежит в мою сторону, а не в сторону мирных. И выходит следующий пак. Кажется, выходит. Кажется, это пул. Да? Эпифания, 1%. Нет, крыса бежит дальше. Это очень плохо. Это так плохо. Ну, страна, скорее всего, выйдет уже. 30. Что такое? Провод увидел от наушников. Да, ну, сектопод никто, и точнее, не спулен. Без крита пробуем убить летуна. Я думаю, получится. Вопрос времени. Ох. Да жалко мне мирных. Уже 8 человек пострадало. Хорошо. Женя идет сюда. Приближается. Вот тут выстрел. Могли, кстати, сейчас спулить этим шагом влево мехом. Хотя вроде фулкавер не должны были спулить. за дело. Ну, как-то так. Эти уверенно идут в мою сторону. Зомбарь встает новый. Так, бежит. Крыса, это очень хорошо. Конечно, попадаем мы 40% по ней. Мирного собирается шатать. И эти стоят на месте. Зомбарь еще один. Окей, у нас есть время, чтобы... Да ладно, с пулей. Ну, вот на ровном месте же, ну. Хорошо, что мы видим Мэка Тамарой. Сразу снимаем с критом. Гауссовские винтовки будут очень долго актуальны, потому что они... Так, здесь у нас Женя in the zone стреляет раз. Минус крыса. Дальше стреляет. По дрону лучше. Два. Зомбаря не буду трогать. Он неприоритетный и у него очень много хитов. И опа! И вот это мне нарандомилось, конечно. Да. Это мне нарандомилось нехорошо. Возникает вопрос, как мне мех теперь убивать. С одной стороны, есть... Есть возможность подсопресить его танчиком. и какой-то урон, безусловно, нанесет еще с плазменного оружия наш развидос, но это не серьезно. этого явно не хватает. Ну что, сапрес. Увы, сапрес. И при этом у меня впереди еще... Сектои... Ну, два сектоида из этого пака. Нет, им не надо делать. И там еще эфир. И он бежит. А вот это плохо. И я мажу. Ой, сейчас достанется мне. Надеюсь, мирно убьют. ВМП 50%. Держись, танчик. Сектоид гражданское лицо, конечно же, блин. О, тупо уме. Хорошо. А второй? Атака. Вот это плохо. Там не выживают. Ладно, у нас с вами есть задача убить меха, продвинуться, подсветить сектоидов, убить сектоидов. И желательно сделать это так, чтобы не было не было пола следующего пака. Ну, вот такая вот задачка. Я их не вижу, блин. Вижу обоих. Причем фланги есть. Если фланги есть, то значит начинаем мы с Женей. Минус один, минус два. Хорошо. Девять мирных убито. 22 урона. Шесть еще можно спасти. Я вижу двоих поблизости. Троих, четверых поблизости. И сейчас, наверное, наверное, имеет смысл воспользоваться паузой и не просто перезарядиться, но и поспасать ближайших мирных. Но аккуратно. Ой, аккуратно. Танчик ремонтируется. Летун, эфириал. Слушайте. Вот так вот. Так, здесь не добежал, Спасаем так. перезаряжаемся, спасаем так. Перезаряжаемся. Трое мирных осталось. Ну, это страна выходит. Самое главное тут никого не отдать, друзья. Танчик у меня на замену есть. Мне кажется, их четыре, если память не изменяет. И может там один элитный мутон будет, а? для этого спасли этот баг. Надо пулем, скорее всего. Продвигаемся потихоньку, укрытия нет. Идем всеми вперед, кроме снайперов, понятное дело. Снайперу можно, кстати, на крышу закинуться. Что я не подумал об этом. Потому что место очень хорошее. Во-первых, у тебя появится возможность стрелять и по тем, кто находится с левой частью. Ну, за поездом, так скажем, перекрытым. Возможно, так надо было сделать после первого же пака. Вот, таким вот образом размещаем их. Полис не написал. Да, 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 полис просто слакает и все. А мы забыли, что нужно делать со снайперами. Да, они очень близки. И вылетают. Тяжелый летун, мехтоид и эфериал. Вот это уже паки, конечно, блин. Ну, мы никого не видим, да? Нет, мы видим меха. Здесь я не стал бы солить даже на одного меха шриду. Если достаем, стреляем, стреляем, достаем, чтобы быстрее меньше потратить выстрелов снайперов на мехтоидов. Соответственно, здесь стреляем гауссовскими пушками в первую очередь, потому что они наносят 50% бонусный урон по технике. Красиво. 19 урона в лицо. Раз. 14-2. Один снайпер, один мехтоид. И я, конечно, хочу подсветить дальше, потому что они разбежались странно. Возможно, снайпы могут по ним поработать даже в рамках текущего хода. Вижу эфериалы, вижу летуна. Есть возможность пострелять по летуну. Снайп тоже видит. Да? Давай, с критом. На такой дистанции модификатор крита еще возрастает. Сейчас должно быть 25 где-то урона. 28. Капец. Это такая дичь. Эфир критам очень хорошо сопротивляется. Раним мы его весьма посредственно. Нет, следующий снайпер, к сожалению. Там еще кто? Тяжелый летун. Я уже там. Я подсопрессил танчиком. В идеале, конечно, на танчик нужно закинуть. Да, под огнем же еще ответ от веточки прилетает. Разведом чуть поближе, стреляем 9. Но он... Кстати, может, не надо было стрелять, потому что в случае промаха возвращается. Но он попадает. Развед попадает. До танка я, кажись, не достаю, да, увы. Подхожу чуть поближе. Но в целом неплохо. Там остался... Этого он не заэмкашит, правильно? Псивампиризм. Он просто высасывает из летуна силы. И летун убивает гражданское лицо с тварью. А этот просто восстановился. Хорошо. Меня это вполне устраивает. Шеда, к сожалению, не достает, но все остальные работают сносно. Стреляем по эфиру. Бах! Приятно. Приятно стрелять по эфиру с... с плазмой. Сейчас мы, если не убьем, то добьем Женькой. Добили, отлично. Я! Нанес урон, что ли, по кому-то? По летуну, что ли, нанес урон? Летун был вроде правее. Сейчас светим летуна. И... Ну, Женька пробуем его добить. У нее очень хорошая вероятность на... на добить. Ну, 70% как бы. Хорошая вероятность. И добивает. Получилось, шеф! Все готово! К сожалению, гражданских спасли только 8 человек из 18, и это... это плохо. Это значит, что страна будет выходить. Но, с другой стороны, это отдача базы и дополнительные ресурсы. Буран поврежден. Вскрытие фериала доступно. Много сплавов Элери даже дали. Усиленная защита, Клоцец, ремонтный ангар, Туджи. Ну да, там паника была высокая. Бразилия выходит в конце этого месяца. Ничего, 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 ничего. Мы можем штурмануть базу. Через 3 дня универсальный ключ будет. Спутниковый модуль. Разведчик, очень хорошо. Здесь надо, наверное, качать уже следующего. Перехватчик, там один уже топовый с 10 километров. Да, страна, страна может, кстати, еще не выйти. Мало ли что, там будет снижение паники, например. Мне нужен элитный мутон для разгрузки, это будет хороший буст. Уничтожена тарелка. Сейчас доделается спутниковый модуль, и я, наверное... Спутниковый модуль готов. Ну вот вопрос. Либо мы сейчас просто минусим спутниковый модуль и делаем спутниковый узел, потому что все можем себе позволить. Да, давай так. Да ладно, ты не можешь так сделать? Только этот можем снести, да? Блин, он все равно смежный с изолятором. Ай, плохо как, Перестроить нет возможности. То есть, я либо этот, либо этот смежный. Либо взбиваю спутник. Либо забиваем просто и делаем, например, второй леревый генератор здесь, и блок мастерских как-то хреново, не хочется забивать. Какие варианты? Ну, вариант, чтобы тебя спутник сбили. Не, не хватает. Кефиров там нужно вроде четыре, два, три, еще два нужно. Энкор, ты, кажется, уже, давайте, пред, следующий будет 30 дней. Поехали дальше. Восстановили БМПшку из плавов мастерская. А вот это транспортник, а вот это интереснее. Сбить у меня нет возможности. И он сел. Это транспортник. Это уже у нас 40-50 человек. Да, проблема в том, что я взял частично топовый отряд на предыдущую миссию. И... Да, если Бразилия выйдет, может быть, ну, не хочется ждать. То есть я, во-первых, хотел базу штурмануть. Вальку не могу взять. Разведчика, разведчика инвизны у нас есть. Три снайпа у нас, четыре снайпа у нас есть. Рокет более-менее сносный. Инш есть. Блин, без валик так не хочется идти. А сколько мне делаться будет? Долго еще, целую неделю будет мэк делаться. Скипать не хочется ее, это ресурсы. У меня как раз и лири сплавов нет. Это транспортный, без топовых людей. Ладно, смотри, что у тебя есть. Давай. У тебя для начала есть танчик из сплавов, скорее всего, да? Уже как бы заходит частично замена мэка, разгружает себе пулеметчика из-за датчика движения. Уже хорошо. У тебя пулеч нормального нет. Ну, есть стихон, не топовый. Хотя хороший. Выборочная, перезарядка, двойной выстрел, опасная зона, топовый пулеметчик. Чего я гоню на стихон? Тяжелый пулемет все-таки. Это все-таки и пока что прицел все-таки. Дальше беру трех, а то и четырех снайпов на самом деле. Ну, потому что... Нет, давай разведчик сначала по... Корсар, плазмер для маневренности. Ну, хамелеон и ошейник, естественно. А кто у нас там зонер? У нас там строг вроде зонер, правильно? Да, и вот давайте строгу выдадим как раз и снайперский плазмер и голографический прицел. Сошки еще можно выдать, но это всего лишь шесть точностей. Шесть точностей это хорошо, давай. Шесть точностей это шесть еще крита. Давайте ставим так. То есть ему как никому другому... То есть люди, которые дважды стреляют, у них все равно через прицеливание первый выстрел более-менее точно идет плюс двадцатка. Вот. А следующий, да. Беру еще все-таки трех снайпов пока что. Два гауса. Не, не два гауса. Здесь точно лазерная винтовка, потому что нет дополнительного патрона. Хотя меткость хорошая. Бонусный урон и прицел. Лиссориус у нас тоже без перезарядки, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, он менее точный. Не, давай-ка здесь даем все-таки марксманку. Естественно, с патрончиками. Ну, точность выше. Алисориусу как раз, чтобы компенсировать недостаток точности. Берем лазерную винтовку, потому что она дает тебе еще шесть единиц точности. Дальше. Следующий снайп у нас вооруженно опасен. Здесь идет у нас гаусс и прицел и пустельга. Так, далее. Пулеметчик, разведчик, снайпер, буран. Четыре снайпа и один слот остается. Ну, явно на медика. В гадалки не ходи, надо брать Яндека. Надевать, одевать его в титан, давать плазмер и лететь. Таким составом погнали. Может быть маршрутка? Черт его знает. У них ресурсов, как обычно, не должно быть вообще. Но тем не менее, они каким-то макаром отправляются в минус. Смотрим на респ. Блин. Мы на позиции. Ждем дальнейших приказаний. Вас понял, рейнджер. Штурм-1. Разрешаю высадку. Подходите к объекту осторожно. Типа надо вправо уходить с респа, потому что там кавры есть. Но... Но там пак сразу. Причем именно там пак. То есть отойти я туда не могу. Я могу... Не, я должен подводить разведосы сюда, чтобы подсветить, что там за пак, насколько он опасен. Вижу сразу. Блин, да что такое? Шесть мутонов, мех и командир сектоидов. Твою же, Шмидь. А-а-а... 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 Так... Улич... Вас понял. Слушаюсь. Ясно. Выполняю. Выполняю. А-а-а-а... Начало АХВМ. Готовимся к эвакуациям. Дронов слышу. Летенов слышу. И я как бы еще слева, сзади не прикрыт, понимаете? Но мне надо начинать здесь стрелять. Да надо, надо. Мех стоит. Я пока могу меха бить. Я бью меха. Раз. Замечена группа противника. Капец, как их много. Лисориус у нас, хоть и палач, но... Он с лазерной винтовкой, поэтому по мэку лучше не стрелять. Да, но, к сожалению, я не могу не стрелять по мэку Лисориусам, потому что больше никто не может стрелять по нему. И, как результат, я не убиваю мэка в первый ход. Воспользоваться огонь на подавление. Лучше хотел мутону подсветить слева, но что-то его не вижу. Понятное дело, что здесь густой дым. Ну, как получится. Блин. Оверов у меня нормальных нет. Ой, так нельзя различить бежать. Различить не сюда. Ой. Ну, надеемся, что это не маршрутка, и что сейчас ко мне сзади не придут. С этими мы вроде как потихонечку-потихонечку справляемся, хотя очень не хватает рокета. Прям очень не хватает рокета. Подавление на стихом. Сейчас мэк побежит. Может, уже побежал. Я попытаюсь подсветить развидосом. Вижу мутону, который сидит здесь. Блин, снайп работает только один. Ну, вот как это понять? У меня есть попадание от Лиссариус. Сопресс на этого же. Возможно, они забрались наверх. И идут сейчас... Я ухожу опять отсюда нафиг. Должаем операцию. Там дофига же мутонов. Еще командир сектоидов там. Я не знаю, где они, как они вообще, куда они, что они. Вот он, мех. БМП 50%. Есть. Меха снимаем на рандоме чистой воды. Просто монетка. Оп, видим уже чуть больше. Проявился командир сектоидов. И его видят, что самое главное, строк. И пытаются сразу с критом его... 84 мимо. Продолжаем. Есть ранение. Двойной выстрел туда же. 70 закидываем. Почти. 67-73. Ну, что вы... Что происходит там? Сопрессным утоном. Да у меня дым уже закончился. Я не знаю, что мне делать. Я не хочу новый кидать. Ага, перезаряжается. Моя готовность. Моя готовность. Ну, нормально. У нас есть возможность сейчас пострелять. тем, кого видим. А сколько мутонов? Там вообще 5 мутонов. Еще где-то трое. Вообще непонятно, где трое. Они могут слева выскочить, на самом деле. Есть минус командир. Перезаряжаемся. Сопрессим. Чуть-чуть провяжу снайпа. Вижу, мутоном. Рычит, гад. Ага. Полуукрытие. 23 постиха. Мимо. Ну, было близко. Ну, чисто по анимации близко. А 1% так же близко, как 23. И вот он, вот он, вот он, вот он. Я понял. Ну, сейчас у нас есть цель. 25 постиха. Ой, повезло. Так, хорошо. 68, 68, 70. Стреляем. Целей много. Ранить надо. Желательно, конечно, избавляться от людей, которые близко к разведчику находятся. Потому что теории могут флангануть. Еще один выстрел. 57. Но я стреляю по кому могу. Есть минус 2. Уже остается 3 мутона. Но, к сожалению, больше у меня... Да, лучше этого сопрессить. Как тут? Как вообще снайпом этим? То видит, то не видит. Ближе вроде не подойти. И этого подавляем. Он мог увидеть, наверное, снайпер справа. Давайте его переведу сюда. А, он уже прицелился. Не, разве это остается? Сколько уже? Ходов 5 прошло, да? Нам пока не вышли. Еще бы немножко, еще парочку. И с этим разобраться. И убедиться в том, что... Не будет дикого рандома. Сопресс на сопресс. Блухая оборона. Хорошо. Так, ну здесь 68. Давай с критом сразу, что вероятность хорошая. Строг стреляет. Минус. Надеюсь, ханкер, к сожалению, не можем. Здесь вынужденная перезарядка. Перезарядка. Здесь сопрессим нижнего. Ханкер. Прицеливаемся. Перезаряжаемся. Переходим. Надежды увидеть. Видим. Рычат. Отступают. Хорошо. Ну что, после этого, кто убьем, надо будет вправо рашить. Занимать там позиции. БМП-40 есть пробитие, но броня держится. Дальше. Дальше убиваем. Фиро говорит, Миша, когда Фуфану или хотя бы PUBG? Скучно эти фигурки смотреть. Ну слушай, нам нужно сначала одержать победу. Мы же не слабаки бросать челлендж, правильно? Нам нужно пройти игру до 23 февраля. Уже вроде ситуация стабилизировалась. Здесь механика, конечно, на мой взгляд, более глубокая, чем фигурки. Зря, короче, ты так. Зря. Что мне с этим мутоном делать? Выходи уже, ну. Пошел. Блин, может убежать. 50% всех пытаются его подранить. Тоже второе действие, он с темнотой идет. Надо светить. Ну, у нас есть разведчик инвизный, поэтому подсветить проблемы никакой. И убить такого мутона тоже не составляет сложности, учитывая количество снайперов. Надо было, конечно же, делать это зонером. Я поторопился. Так, теперь. Хотелось бы включить датчик движения, понять, есть ли командирский пак под боком. Нет командирского пака под боком. И нет пака рядом. И мы довольно с высокой вероятностью можем сказать, что это не маршрутка. Поэтому сейчас совершаем такой марш-бросок. И, ну, чтобы у нас появилась длина, появилась больше дистанции, появилось больше укрытий толковых. То есть мы поворачиваем камеру так и уже узнаем место, с которого не раз воевали. Тут есть деревья большие, можно отступить. Открывается неплохая вот такая вот поляна. Там кто-то есть. Да, летуны звучат. Надо разведчик сейчас туда наоборот, в ту сторону, вместе с танком отводить. А всех остальных назад. Так. Датчик движения оставим. Здесь перезарядись. Развед пусть бежит сразу сюда. Да, заодно проверили, что. Так, пуличи выставляем. Не знаю. Как тут лучше сделать? Конечно. 50-50. Баржа маршрутка, это у нас 50 с небольшим, кажется. Вот он, транспорт. 40 плюс 5. Ну и командирский пак. Но есть 45, если трэп. Полсотни, полсотни врагов. И такие миссии были не в этом трэе, конечно, но были. Ну были. Что-то узнает, кого на передовой тут отправлять. Плохое место для снайпера. Вот это неплохое место для снайпера. Оно определяется не только наличием кавер какого-то, но и... О, что? Беготня справа довольно активная. Довольно активная беготня. При том, что это не пак, да? А не за тарелкой. Так, давай-ка от тебя сюда. Одного снайпай сюда. Так, в целом норм. Я вот думаю, возвращать мне разведосы сейчас, или нет? Да, наверное, вправо нужно сейчас его сдвинуть, подсветить. Что там за... Что там за... Если... Это не командирский пак. Это не командирский пак. И... Вроде не внутри тарелки. Ладно, давай так подсветим. Здесь еще масса народу может быть. Снайпер... А, у меня же четыре снайпа. Е-мое, набрал. Даже так выжил. За дело! Такое. Я весь внимание. Да, никто и дали тонн этот, стеймены, все, все есть. Мне бы элитного мутона забрать. Так вот, я думаю, мне... Давай-ка лучше справа обойдем, реально. Как-то это меня настораживает. Перезарядился. Действую. Сейчас, прислушаемся. Должен сейчас на этот ход звук. Сектоиды? Там кто-то есть. Мне кажется, это за тарелкой вообще. Но я бы слышал топот, если бы они были ближе. Давайте, нет, давайте тарелку все-таки возвращаемся назад. За тарелкой. На следующей миссии снайпоты остались? Нет. Не осталось. Ну, террор был. Миссия совета может быть. Но сейчас не настолько критичные вещи. То есть, я могу рисковать. Плюс активность не такая высокая. Шанс, что из Фатега выйдут люди с 2-го, 3-го отряда. Они тоже топовые, между прочим. Здесь не топовый состав. Так-то, между прочим. А, он уже, пожалуйста, пак слева. Все. Короче, идем вдоль тарелки, как обычно. Более привычное такое движение. Ага, вот, пожалуйста. Где кто? Атака дронов, смотрите. В реальной эскадриле 7 человек, 7 дронов. Такие... Бзз, бзз, бзз. Упасно. Бз, бзз. Вот мы их сейчас на себя выманиваем. Один из них явно главный. Здоровый. И... Ну, пока ныряем сюда. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Извините. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Я вижу одного. Но здесь прям будет стоять. Опа. Стрям Лиссориусом. Но у Лиссориуса такая пушка. Что не особо простреливает. Но второй выстрел. Эти дроны могут и жопу надрать. Но только тебе. И из Врейн. Никому они из наших жопку-то не надерут. Жопку надрать он решил. Видишь какой. Сейчас бах и минус развед. Нет, это полный ход. Они не должны спеть. Нормально все. Все собрались. Вокруг разведчик. Нервишки из-за игры не шалят. Но пока нет. Ну то есть пока мы значительно лучше контролируем ситуацию, чем месяца три назад. Как бы тут все. У нас давно люди не умирали. Раненых почти нет. Тоже весьма хороший показатель. Теперь не рыбается. Так, еще три дрона. Я бы немножечко, да, отступил все-таки так, чтобы подсвечивать. Да, даже подсветил одного. И даже один снайпер сможет пострелять. Снайпы на таких картах, так же, как и на базах, они добавляют темпа прохождению. Потому что, ну, это самый главный дэмэдж дилер. И если тебя не сожжут в самом начале, ну, там, милишные мутоны какие-нибудь, пачки крыс или маршрутка, то... то все хорошо. Это вообще проходной пак, в отличие от прошлого. Мне лишь не нравится вот ту же позицию этого снайпера. Но он... Практика показала, что он работает по небольшому количеству целей. Дрон один остался. Вон он, вылетает. Всех разобрали уже на запчасти. Он остался один. Вот, теперь этот снайп строг работает. Точность у него очень хорошая. Плазменная винтовка еще. Но урона не хватает. Да, бывает. Лучше сплюньте, чтобы не наговорить. Да. Ладно, друзья, я на этом закончу трансляцию, потому что мы не успеем эту... А у меня есть еще пара хвостов, надо полчасика поработать. Хотя я не успею справиться все равно. Спасибо за то, что смотрели. Завтра у нас что? Четверг? Завтра будет трансляция не знаю во сколько. Опять. Потому что... Потому что... Вот, а в пятницу стрима точно не будет. Потому что опять в Москву, блин, на этот суд. Будь он не ладен. Поэтому до завтра, друзья. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok